Всем привет, с вами Кирилл. Давно обещал сделать обзор на звуковые карты, которую заказывал не на Алиэкспресс, а через китайского посредника. Расскажу про звуковую карту, которую в первый раз недооценил, а оказалась она очень хороша. И если бы я ни к чему не придрался, то это было бы слишком идеально. Я думаю, что всему вина эта невысокая цена за этот САП. В системе, а точнее в Windows 10, она помечается как USB Audio DAC. Используются две основные микросхемы, PCM2706 и ESP9023. Собственно это ESP, а PCM с другой стороны. Из минусов, это слишком тонкий слой текстолита. USB разъем типа А припая, ну я бы сказал отвратительно, всего в двух местах и не прихватили с другой стороны. По сравнению с обычными аудиокартами, где используется микросхема на микрофон и аудиовыход, здесь совершенно другой уровень. Не просто меньше шумов, я бы сказал практически их нету. Ну, по крайней мере на слух их не слышно. Штекер вроде как позолоченный, но не будем вдаваться в эти подробности. Корпус ЦАПа выполнен из прозрачного оргстекла. Думал, что есть не прозрачный, но в продаже есть только такой. Видите здесь отверстия? Сделано неспроста. Когда мы закрываем, здесь на плате, напротив, есть светодиод. Горит он синим цветом. Он как бы подразумевает, что корпус не прозрачный и это единственное место, откуда проходит свечение. Что там говорить, корпус слишком простой, слабенький, хлиплый и постоянно разлетается на три части. Как минус отнести можно, хотя и справляется небольшими каплями клея. По поводу максимальных характеристик, это 16 бит, 48 килогерц. Использую совместно вот с такими простенькими наушниками. Намутил небольшую таблицу по реальным характеристикам. Нормальные параметры, которые рекомендуются от 32 до 250 Ом. Из этого списка получаем напряжение на выходе. Ну, китайцы, как всегда, в своем репертуаре. Дело в том, что на странице продавца, точнее у китайцев, Все очень слишком круто и красиво, это 10 ватт на один канал. Ну, ни хрена себе. Понятное дело, кто в такое верит, вообще ничего не представляет в аудиотехнике. Как я и сказал ранее, для студийных мониторных наушников данный ЦАП подходит не очень. Считаю, что для них он слабоватый, звук идет на четверку. При использовании же обычных наушников, а также гарнитуры, все в корне меняется. Использую его как основное устройство для вывода звука при монтаже. Ну, во-первых, не шипит, звук передается так, как хотелось бы. Максимальная простота в установке. Просто присоединяйте и уже все работает. Для тех, кто недоволен качеством звучания мобильного телефона. Также можно исправить при подключении этого ЦАПа через OTG кабель или переходник. Это не пустые слова, я сам лично проверял, звук очень даже хороший. Ну и пока запущу компьютер, расскажу вам про глюк, который может случиться и у вас, если используете Windows 10. После очередного обновления перестал работать нормальный звук, точнее регулировка. Ну, Microsoft же заботится о своих пользователях и обновил систему до такой степени, что работать стало практически невозможно. Вот как выглядит индикация. Снизу. Если, например, подключаем к хабу. Также снизу. Всегда подсветка снизу. Я не знаю, может у кого-то перевернутый USB. Теперь в этом окне нет возможности выбрать микшер. Подразумевается, что я могу регулировать громкость. Выставлю хоть минимум, хоть максимум. В других приложениях ничего не изменится. При запуске любого видео громкость идет отсюда максимальная. Регулировка происходит в самом плеере, что не совсем верно. Именно такой же проблемы один в один в интернете я не нашел. Но нашел похожую. Лучше всего увидеть раз, чем слушать час. Вот тот самый архив. И сейчас регулировка громкости выглядит вот так. Переключаясь на то, как было это сделано в Windows 7. Применяю изменения. И вуаля. Старый интерфейс. Здесь есть микшер, где общая регулировка, которая у нас не работала. И отдельная регулировка для системных звуков, а также открытых приложений. Как вы уже поняли, это не просто аудиокарта. Это настоящая рабочая лошадка. Сам же этой покупкой остался очень доволен и пользуюсь ей практически каждый день. Уже сегодня данный ЦАП можно купить не только на Толбао. Продается как на Алиэкспресс, так и на ebay. Я оставлю ссылки на все источники, где можно купить этот товар. А также оставлю вам здесь подсказку, чтобы посмотреть, где я приобрел и стоит ли она того. И сегодня я понимаю, он безусловно стоит своих денег. А на этом у меня все. Не забываем поддержать и поставить палец вверх, если видео понравилось. А также подписаться на канал с колокольчиком, чтобы видео приходили вовремя. С вами был Кирилл и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok